Что должен сделать в своей жизни настоящий мужчина? Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. А еще пострелять из боевого оружия, совершить марш-бросок, попробовать солдатской каши. И для этого не обязательно отслужить в армии. Можно принять участие в военно-спортивной игре. Такой, как Енисейский меридиан, очередной этап игры прошел в поселке Кедровый. Смотри, молодежный форум. Краевая военно-спортивная игра Енисейский меридиан проходит в нашем крае уже в шестой раз. По традиции соревнования центральной группы городов и районов нашего региона проходили в поселке Кедровый. Участники и организаторы отмечают, что с каждым годом повышается уровень мероприятия. Растет и количество команд-участниц. Скоро военно-спортивный бум охватит весь Сибирский федеральный округ. В этом году программа будет расширена в связи с участием команд Таймыра, Тувы, Бурятии, Иркутская область. Команда заявилась, то есть теперь она уже вышла, приобрела новый статус, она стала межрегиональной. Помимо хорошей физической нагрузки, ребят ожидала и умственная. На историческом этапе игры участники могли проверить свои школьные знания, решая тесты с вопросами о Великой Отечественной войне. На испытании хакера один из ребят передавал по рации код другому, а тот вбивал полученную информацию в компьютер. На первый взгляд несложное задание, но у многих получалось далеко не с первого раза. Помимо этих этапов были и традиционные – стрельба, стравая подготовка, пейнтбол и марш-бросок. Парни, будущие мужчины, то есть это защита, это надежная наша опора, они, видимо, должны перед собой, действительно, людей, которые готовы к жертвенности какой-то, к преодолению трудностей и в то же время умение защитить и поддержать. То есть вот такие качества, я считаю, что это очень важно. Роман Якимов приехал на соревнования из Сухобудзимского района. В Венесейском Меридиане юноша участвует впервые, но уже знает, какие этапы игры требуют самой серьезной подготовки. Как ты считаешь, какой самый такой этап сложный? Ну вот, троевая так, волнение немного идет, а остальные так, ну, все просто, очень просто выполняются, спортивные. То есть марш-бросок – это как семечки? Да, это вообще. Судья соревнований по строевой подготовке майор Запасу Сергей Владимирович Андреянов знает по опыту, что строевая дается ребятам нелегко, хотя ни одна команда не получила за этот этап меньше семи баллов. Видно, что дети старались, что дети занимались. К сожалению, это мое мнение, к сожалению, те, кто готовят ребятишек, они люди с малым опытом службы на вооруженных силах. Вот ни для кого не секрет, что люди, которые служили в армии, те же самые офицеры, далеки от строевой. Самый сложный элемент строевой – поворот кругом. Большинство участников делали его по американской системе. Наверняка обратили внимание, когда ребята делали этот поворот в движении кругом, брался какой-то один из элементов американской армии. То есть с такой пританцовкой там делается, нога заносится в сторону и выполняется этот поворот. Это брали, скорее всего, из фильмов. Ребятишки посмотрели. Майор Тойн. В этом спортивных играх участники учатся не только маршировать, но и вести технику боя. Русские моряки не спрашивали, каков числом враг, но где он. И пусть на Енисейском меридиане собрались не моряки, но настоящие сибиряки, но за победу они боролись также доблестно и самоотверженно. В итоге из группы «Центр» в финал вышли команды поселка Кедровый, Емельяновского района и Норильчане. Дальше этих ребят ожидают финальные игры, а вместе с ними и сюрпризы от организаторов. Финалы прошлых лет запомнились показательными выступлениями спецназа, поездками на БТР и информационными войнами. Что будет в этом году и кто станет победителем Енисейского меридиана 2011, узнаем совсем скоро. Смотри молодежные фото.